Ла-Иляха-Иля-Ллах, Мухаммад-Расул-Аллах в направлении затронуть потому что вся религия это и есть искренность когда у Пророка срабатывали в Сан-Фрасиле что такое иман он открыт в этой голове искренность и вот постараемся разобрать один момент воссвет одно завершение которое раздал Пророк Хазря Али-Иссалям Брумара Ибн Абул Азиза Ради Аллаху Альху когда они встретились воспользовавшись возможностью в Ибн Абул Азиз человек который за 2 года довел до самого лучшего положения весь халифат который был лучшим человеком своего времени во всех направлениях он говорит завершай на что-нибудь и Хазря Али-Иссалям говорит ты бойся а сперегайся быть любимцем Всевышнего Аллаха с внешней стороны и в то же время быть врагом Всевышнего Аллаха с внутренней стороны то есть человек он с внешней стороны очень религиозный он рыбат не делает он все хорошо как нужно делает а внутри он страдает самодовольством гордостью завистью плохим мнением о людях и так далее вот такие вот весь букет болезней в нем внутри в этот момент постараемся разобрать как вообще вот избавиться от внутренних проблем как быть и внутри человеком любимцем Всевышнего Аллаха вот история которая до нас дошла проромара ибн Аль-Хаттаб Радья Аллаху Рангу он приходил к бадайфату Ибн Альяману к человеку который знал лицемеров особое время он получил от пророка знать кто есть лицемер кто не лицемер когда у него спросили как ты достиг этой степени что ты стал хранителем тайн пророка он говорит когда все сподвижники спрашивали у пророка что нам сделать чтобы заслужить довольство Аллаха я отличался тем что я спрашивал у пророка что мне нельзя делать чтобы не вызвать гнев Всевышнего Аллаха я жил очень осторожно я боялся допустить ошибку и пока он очень сильно переживал за отношения со Всевышним Аллахом Аллах ему дал такой уровень что он стал хранителем тайн пророка ибн Аль-Хаттаб ибн Аль-Хаттаб приходил и говорил я лицемер или не лицемер Худайф от плакал Умар тоже плакал Худайф от ему говорит я плачу не потому что увидел тебя в списке лицемеров я плачу потому что ты, говорит, достиг такого уровня на земле чтобы был поздравлен раем но ты все равно, говорит, боишься что ты окажешься в этом списке Умар говорит тот кто думает кто убежден что он не лицемер кто думает что он верующий человек на самом деле он лицемером является Аиша, ради Аллаху, говорит ман раа нафсаво миналь мухлисинна кана миналь мурайна ва ман раа нафсаво миналь мурайна кана миналь мухлисинна тот кто видит себя из числа делающих рия показуху ради людей что-то делающих он на самом деле является искренним человеком а кто считает себя человеком, который делает искренне ради Всевышнего Аллаха на самом деле он делает все не ради Аллаха а делает наоборот ради людей делает это бывает все в процентном соотношении и вот много есть истории в основном Всевышний Аллах нам через пророка Муса передает роль логики вообще в жизни мусульманина и роль сердца вот много мы наверно слышали историю как пророк Муса и Хазри они вместе шли с уроками эта история подробно приводится как Хазри сделал многое чего Муса логически не понял по внешним признакам по внешнему шариату вроде бы Хазри был не прав Муса был прав а оказывалось в конце концов что Хазри был прав Всевышний Аллах выбирал правильным именно Хазри вот был случай когда вот Муса у него был посох он его очень сильно любил это как бы его отличительным таким моментом был его посох когда он пришел к фараону после долгих лет скитания когда он скрывался от фараона самый такой трудный день день экзамена он приходит к фараону и Всевышний говорит бросит этот посох на землю Мусе очень сильно не хотелось этот посох бросать потому что он один перед ним большое войско и и он думал если посох тоже бросить как он будет дальше справляться с фараоном но раз Всевышний говорит бросит этот посох Муса вопреки своим желаниям он бросает этот посох на землю и посох превращается в змею и Муса очень сильно разочаровался в своей логике он все время считал этот посох чем-то хорошим он любил этот посох оказывается все время он носил в руках змею теперь когда уже эта змея уже свое дело сделала она проглотила те змеи Всевышний говорит подними этот посох и Мусе насколько было неприятно в первый раз бросать посох на землю настолько же ему было неприятно эту змею в руки брать но раз Всевышний говорит возьми эту змею в руки он берет эту змею в руки и змея в посох превратилась вот с этого дня он этот посох не любил он понимал что это на самом деле не посох это змея вот такой вот бывает взгляд у познавших Аллаха относительно этого мира вот этот мирской момент вот красивые дома все что нас окружает хоть мы и говорим что оно не весит крылышко комара перед Всевышним мы это так не считаем логически мы так говорим сердце мы это не запускаем это Мусе почему мы истинны потому что для сердца вот искренность этот взгляд что это на самом деле ну согласиться с сердцем что этот мир не весит крылышко комара это сердечный момент вот и вот люди которые познавшие Аллаха там шейхи там или пророки когда у них бывает мирской бутыл например Сулейман был очень богатым человеком это они все держали не потому что они хотели потому что Аллах им амру делал через не хочу все это они делали вот это к чему я говорю вот что такое логика вот мы думаем то что мы как-то себя правильно ведем что мы праведные люди на самом деле это все не так как нам кажется он наш ауслу наш рад он у нас обманывает и вот Ибн Масрод радия Аллаху ангу подвижник пророка он говорит когда говорит умер умар асхаб радия Аллаху рангу с его смертью ушли говорит из этого мира 9 из 10 частей рима знаний получается вот все эти знания они были распределены на всю эту уму и 90 процентов знаний были только в одном умаре радия Аллаху рангу оставшиеся 10 процентов они были в али асхабе там у других сподвижников или на сколько было праведных людей 10 процентов на всю уму на одного рима 90 процентов получается было и вот это есть то знание о котором пророк говорит когда наступит судный день Аллах говорит это вместе с пророками это вот даже есть такой хадис где пророк говорит актару мунафи и уммати хуррауга большая часть лицемеров моей умы это говорят хафизы те кто читают вроде бы ульму есть вроде бы они речь Аллаха наилузная но на самом деле они будут лицемерами тоже самая разница нет вот мы например ульму читаем вроде бы да как будто бы мы такие работники ислама на самом деле мы же не знаем может мы этим обманываемся может мы думаем что мы самые такие лучшие что мы этих людей джахилей призываем к правильному пути вот им повезло что мы тоже у них есть вот это вот понятие такое мнение оно же об обратном говорит на самом деле вот сайфу он когда к нему хасана фан и напишет во гад сама и дворовая собака уличная такая униженная собака она говорит достигла небес в плане уважения когда ее в своем кругу львы упомянули оттого что уважаемые эти короли джунгли эти львы упомянули собаку униженную своем кругу значит непростая собака вот оттого что говорит такой человек как просто меня вспомнил такой униженный такого низкого уровня как собака такой человек как я говорит какой-то авторитет приобрел вот взгляд вроде бы он был муфтием кавказа вроде бы не было ни одного направления кому он уступал бы чем бы там не было и взгляд такой у него в самом себе имам Шаарани говорит рахима Аллах одну историю он приводит к книге было две собаки одна дворцовая другая дворовая и вот эта дворцовая собака она жила во дворце у нее была отдельная комната она вот в роскоши жила на уровне вот дворовая собака один день упрекает дворцовую собаку тебе зачем служить этим людям унижаться делать то что они говорят ради этой роскоши тебе не лучше как я то что на улице нашла получать риски от всевышнего и быть независимой собакой та собака говорит на самом деле я от них не завишу они от меня зависят они то что не могут сами выйти на охоту не могут поймать дичь сами они через меня это делают и поэтому они во мне нуждаются я им даю намного больше чем они мне дают они во мне нуждаются поэтому они не обращают внимание на то что я собакой являюсь они смотрят на мое ремесло не видят то что я являюсь собакой вот мы когда какой-то мол какой-то делаем изучаем люди думают что мы хорошие люди как те вот как про ту собаку от того что она хорошо охотой занимается вот эти люди подумали забыли что она собакой является они посмотрели на ее деяния вот так же люди думают от того что мы религией занимаемся что мы тоже хорошие люди и когда они о нас говорят хорошо мы начинаем на самом деле верить на самом деле вот если бы Всевышний Аллах нас не наделил религией ислам если бы мы были инвалидами если бы нас ничего не было бы мужа этого всего не достигли бы это же Аллах через нас воспроизводит какие-то 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 деяния и человек который вот до самого вот человек например стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе и этот его какой-то сосед он ходит такой гордый такой вот хочет чтобы люди вот как-то ему уважение сделали чтобы люди его прилетает в аэропорт с олимпиадой просто да вот сосед олимпийского чемпиона он удивляется почему меня люди не встречают почему аэропорт пустой и ему говорят а почему мы должны тебя встречать ну я же сосед этого олимпийского чемпиона ну что что сосед ты же не занимался ты же не трудился ты же этого всего не добивался он говорит ну и что мой сосед же все это делал его же глупцом посчитают вот человек который до самого утра Эбадатом занимался и его сосед этого религиозного человека он утром уходит такой религиозный такой и как будто бы он всю ночь поклонялся ему говорят ты почему этот того в городе уходишь он говорит мой сосед до утра Айбадатом занимался но он-то занимался ты почему ходишь в городе такой ну сосед же занимался его тоже глупцом посчитают мы люди которые говорят языком логически мы говорим что Аллах нас создал и то что мы делаем Аллах об этом прямо в Куране говорит то же самое время сердце мы это не можем признать мы видим как мы Амал делаем все это делаем мы думаем что мы сами это создаем то есть получается большие противоречия между нашими словами и нашим сердцем говорим что Аллах все создает милость Аллаха а думаем что мы сами это все делаем и насколько человек он думает что Он сам все это делает настолько Он будет доволен самим собой а не всевышним Аллахом насколько человек будет сердцем понимать что Аллах через Него все деяния создает настолько он будет доволен всевышним Аллахом а не самим собой вот Иблис Он он сколько похванился самым таким большим zwei он был почему он он упал потому что он все время себя считал автором он никогда не видел что Всевышний Аллах через него всё это создаёт. И вот из-за этого момента он чуть-чуть даже к Аллаху не приблизился. Он не является алимом, он не является никем, он самый униженный, поэтому от того, что он… А если так с внешней стороны смотреть, он же намного больше поклонялся, чем весь этот мир вместе взятый. Вот единственный человек, о ком история говорит, что приходил к Худайфу и говорил, я лицемер или не лицемер, человек, который убежден был в том, что он лицемер, это Рума, и единственный человек, о котором Ибн Масруд сказал, что со смертью Румара 90% знаний ушли. Вот так Всевышний Аллах его выделил. Это же неспроста всё это. Пророк, например, говорит, я в день по 70 раз Таубу говорю. Почему он Таубу делает? Потому что смотря на то, что мне Всевышний дал, меня Аллах Пророком сделал. Аллах меня сделал Пророком лучшей умы. Мне Аллах дал больше познания о Всевышнем Аллахе. И вот смотря на то, что мне Аллах дал, ко мне Аллах дал, я как будто бы грешником являюсь. Хоть он знал, что он безгрешный, но себя он считал самым худшим. Он видел, как подобает величию Аллаха, насколько Аллах по отношению к нему милость проявил, он даже 1% не делает. Он это понимая. Он говорил, Я говорю, не могу Аллах тебя воспалить, как подобает твоему величию. Несмотря на то, что ты мне дал, я говорю, не могу говорить, ты тот, который сам себя воспалил. Вот это вот понятие, то, что было у Пророка Сарлова в Левоссталям, у Юмара Ради Аллах в Ранду, это есть религия. Когда вот Бахлюль, слышали, наверное, про Бахлюля, даже целый фильм там был про него, по-моему, один человек рассказывает, я находился в Медине, и появился, говорит, человек, который спрашивал о ком-нибудь жителе из города Кайрован. Это вот место, где вот впервые через Кайрован религия вступила в Африку. И один из этих человек, я говорю, из Кайрована. Тот спросил, знаешь ли ты человек о имени Бахлюль? Я говорю, сказал, да, знаю. Одна женщина передала это письмо Бахлюлю. Передай, говорит, пожалуйста, ему. И этот человек рассказывал, я пошел в Бахлюлю, передал это письмо ему, он открыл это письмо, и он там видит, что эта женщина пишет. Эта женщина пишет ему, я, говорит, женщина, которая совершила такой грех в мире, который, говорит, никто не совершил, я худший, говорит, из женщин. И Всевышний, говорит, по милости своей внушил мне таубу, чтобы я таубу сделала. Я спрашивала, исследовала, узнавала о четырех самых лучших людях этого времени. Вообще Бахлюль, он был с имамом Аликом, они дружили вместе, в то время, когда жил человек это. Вот, и мне, говорит, указали на четыре человека. Вот, одним из них, вот, с той стороны, со стороны Африки, говорит, это, мне сказали, что Бахлюль является. Я хотел попростить тебя, чтобы ты сделал дуа, чтобы Всевышний Аллах не прекращал внушать мне таубу, чтобы он не переставал оказывать мне свою милость. И тогда Бахлюль, он упал на сужда, вот этот листочек, он говорит, мокрым стало от его слез, и он говорит, о, говорит, Бахлюль, в голове тебе, если в Судный День Аллах раскроет, кто ты такой на самом деле есть. Если Аллах тебя опозорит, кто ты такой на самом деле есть. Сегодня, говорит, живя на этой земле, Всевышний внушает людям, что ты хороший человек, так что, вот, посчитали тебя одним из четырёх лучших людей этого времени, но когда, говорит, наступит Судный День, и Аллах говорит, раскроет, кто ты такой есть, тогда, говорит, ничего хорошего тебя не ждёт. Вот, какое должно быть понятие у раба. Вот, чтобы это вот, всё, что вот мы сказали, вот для этого, вот что нам нужно? Имам Шарани в каждом разделе в книге своей, где он толкует книгу, от тарвиб в тарвиб, имама Мандери книга есть, он, толкуя эту книгу, написал, ля лак ху лан вар циха книгу. В каждом разделе, где эти хадисы он приводит, он говорит, и кто хочет следовать этому хадису или этому аяту, он обязан вступить под опеку духовного наставника, который будет его вести к амалу, к следованию этого хадиса. Вот, здесь, наверное, те, кто сидят, многие люди, которые состоят у духовного наставника, почему-то мы не меняемся. Почему? Потому что мы особо даже не понимаем, у нас для этого биатикад нужен, вера должна быть. Человек может с каким-то больным органом, вот он может всю Россию объехать, ко всем врачам поехать, к каждому врачу, сомневаясь в лечении проводить, и не добиться никакого успеха. Другой может какой-нибудь слабый такой быть врач, к нему этот человек пойдет с верой, с убежденностью, и оттуда он может пользу получить. Все от нашего биатикада зависит. Вот, это один момент в общем. Вот второй момент, вот бывает, человек вступает, например, в тарика, вот вначале он думает, что все люди, они делают ради Всевышнего Аллаха, и он думает, что он тоже сам ради Аллаха делает. Даже бывает какой-нибудь заблудчик человек, он говорит, что не ради Аллаха тоже что-ли что-то бывает. У него оттуда вообще неправильная, он вообще там про астодвижнику плохо говорит, но он убежден в том, что он делает все ради Всевышнего Аллаха. Потом он, когда вступает под афеку духовного наставника, очищая, очищая свое сердце, он потихоньку, потихоньку начинает видеть свои недостатки, на свои болезни нарваться начинает. Потом он не может никак смириться, он никак не может согласиться с тем, что он является носителем этих всех болезней. Почему? Потому что столько времени жил, считая себя искренним человеком, и тут вдруг обнаружил эти болезни, он не может поверить. Как человек, например, приходит к врачу, ему диагноз ставят, у тебя такая, очень такая вот стадия большая, ты все уже там долго жить не будешь, он не может поверить, он вообще с ума сходит. Вот такое бывает состояние у человека, когда он, вот вначале он потихоньку начинает над сердцем работать, работает, и он начинает всех людей видеть плохими, настолько, насколько он сам плохой. Потом уже видит у него уже проблемы, проблемы, это же тоже большой грех от того, что он о людях плохо думает. Дальше он это лечение проводит, проводит, потом он уже наконец-таки, он уже понимает, и он уже смирился с тем, что он сам больной. Потому что имам Газали говорит, рахима влах, человек смотрит на внешний мир через призму своего внутреннего мира. Здоровый человек больного никогда не поймет. Только больной человек, он может увидеть эту болезнь в другом человеке. Потом он уже потихоньку в следующей стадии, он уже начинает видеть свои болезни, работая над ними. И насколько у него эти болезни исчезают, настолько у него о людях хорошее мнение потом уже образовывается. Когда он уже все болезни вылечивает, когда он уже до пика, до совершенства доходит, тогда он начинает видеть всех людей хорошими, себя видит плохими. И вот начальный уровень Мурида и уровень шейха, совершенного человека, он бывает одинаковым. С такой стороны, в начале Мурида он тоже считал всех искренними людьми, потому что он же свои проблемы не видел, свои болезни не видел, и другие болезни тоже не видел. Многие же говорят, вот такой, он даже, например, не мусульманин, он такой даже намаз не совершает, но такой он добрый человек, он у него о людях хорошее мнение бывает. А вот религиозные люди, у них там, они такие мерзкие, такие бывают, такой у них взгляд, они всех плохими считают. И вот сначала он считал же всех искренними людьми ради Аллаха делающими. Вот точно так же, совершенный человек, он тоже всех людей считает, что они искренние люди. Но разница между ними в том, что в начале человек всегда тоже искренним считает, познавший Аллаха человек, себя считает не искренним человеком. Он, как в начале тот мурид, когда дошел до середины, он не мог смириться с тем, что он не искренний. Теперь уже он, когда заметил свои болезни, уже совершенный человек, он не может смириться с тем, что он искренний. Вот эти вот этапы бывают. И вот люди, которые, вот мы, например, или любые другие люди, у которых плохое мнение о людях, мы должны понимать, что мы в определенной степени на правильном пути. Значит, арикад свою работу делает. Но мы не правы в том, что мы никак не закончим эту работу. Мы эту работу тянем, тянем, и вот так всю жизнь мы можем остаться где-то в середине, в которой людям навредили, о людях плохо думали. Даже имам Шаарани говорит, что, чем посмотреть на женщину, большим грехом является подумать плохо о человеке. Вот, например, у меня такое понятие было, посмотреть на женщину – это такой большой грех, а о людях плохо думать. Тем более, когда явно себя неправильно ведет, что там такого я думал. И пророк, саляму, говорит, «О, то общество, которое уверовало языком, но в сердца которых имам не проник». То есть, языком верующий, а в сердце неверующий человек. Вы не говорите плохо о мусульманах, и вы не думаете о них плохо. Хорок, саляму, показывает, под признаком того человека, кто в сердце Аллаха не верит, он говорит, признаком его является, говорит плохо о мусульманах, о мусульманах, и думает о них плохо. Если мы такие, значит, у нас конкретная проблема есть. И люди, которые плохо думают, о какой-то алим себе неправильно пожил, и так далее, мы должны понимать, что они в этом на середине находятся. Когда мы видим себя, что мы плохо о ком-то думаем, но мы тоже где-то на середине находимся. Что мы не правы от аликат свою работу делать. Вот надо просто побыстрее избавиться, вот перейти на самого себя, и уже лечить свои вот эти вот болезни, нужно лечить. Дай Аллаху нам понимание, аль-хамбулиллахи, правдилалимей. Если вопросы, давайте обсудим. Можно на диспекте тоже, можно, если неудобно, спрашивайте. А вот смотрите, бывает человек, который вообще не изучающий религию, даже вас никакой не знает, у него бывает доброе сердце настолько, чем у того, который изучает. С чем это связано? Почему они такие добрые, у них нету сердца ничего плохого? А ты не понимаешь, что, если мыши,